Рейды, направленные на выявление нарушения эксплуатации газового оборудования, в городе продолжаются. Участниками рейдовой группы, созданной с начала зимнего периода, являются представители Управления гражданской обороны по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, газовой службы и отдела пожарного надзора. По их словам, подобные рейды преследуют цель напомнить людям, какую опасность может нести неправильно установленное газовое оборудование и обогревающие электроприборы, а также пренебрежение правилами пожарной безопасности. Я хочу по городу отправить, всех подключить, каждый домой зайти, посмотреть, соответствует у них это или не соответствует, потому что в конце концов у нас уже отравление, это уже невозможно. Основная работа, основная работа, что у нас выездную проверку делать. Каждый домой заходит, каждый в квартиру заходит, шланговый системе слезть, убрать. В ходе рейда были обнаружены самодельные печи, установленные прямо в жилых комнатах. Это является одним из самых распространенных нарушений. Подобные электроприборы давно устарели. Они очень опасны в эксплуатации и могут привести к человеческим жертвам, предупреждают горожан-участники рейда. Заставить этих людей, чтобы они хотя бы с вашего помощи, с нашего помощи, с миницией, то, что мы до сих пор делали, вот это результат, чтобы у нас был. Как отметили представители МЧС, основной задачей рейда является уменьшение количества отравлений и смертей от угарного газа. По этой причине они обходят дома и предупреждают людей об имеющихся нарушениях. На устранение всех неполадок, по словам специалистов, нарушителям дается неделя. Если по истечению установленного срока нарушения не будут устранены, то к ним будут предприняты меры административного наказания, предусмотренные законом. Азамат Мусалычиев, Мажир Булатханов, Алмазхан Амаев, информационная программа Пульс.